Она сама по себе проседает, что-то не самый удобный драфт был против нее. Ну, Винстрайк, если честно, плотненько так закидывали в этой игре, я тут, кстати, хорошо засолил. Это Лил. Это Лил, да. Вот здесь вот была драка, когда они нападали на боти немнятный, абсолютно тимфайт был, там и Леона сразу убили. И очень много закидывали таких моментов в создании непонятной тимфайты. На Шрайне плохо подрались с Винстрайк. Я думаю, что нам этот момент еще покажут. В целом, Лил сталкиваться вытащить. Здесь тоже попытка какая-то. Ну, попытка достойная, но не повезло, на самом деле. Он мог убить, конечно, штабер-мастер. В другой вопрос, штабер-мастер мог байбакнуть. Вопрос, как Имперс-то могли допустить, чтобы Леон на ногах вошел, короче, в шпице дал импейл, дал ульту. Да ничего, не спрашивай про эту игру вообще. Да мы ее обсуждаем, придется. Их Вижены здесь не было. Да ты силен, блядь. Идеальное объяснение. Вопрос другой, почему Имперс-то не было? Как вы проиграли? Может, у них просто лордов не было доступных? Ау, ну, окей. Так вот так бывает. Сам факт, что это так не должно быть. Вот эта инициация, зачем была Твенстрайк против Аегиса. Слушай, очень много странных действий. Много спорных моментов, так скажем. Реально много спорных моментов. И, собственно, момент, в котором Имперс пошли по наклонной, он же тоже мега спорный. Окей, Твенстрайк заходит, окей, они убивают Морфа. Ну, бывает. Но где байбэк-то? А если у тебя у Коры нет байбэка, то где защита? Где помощь? И почему? Ладно. Нет, у меня вопрос, где Шейкер был, там вот сейчас увидим, посмотрим, где Шейкер был. Я говорю, я не знаю. Типа, и, например, у тебя, ладно, у тебя убили Морфа, защиты нет, у него байбэка нет, противник убивает Рошана. Зачем вы идете туда и еще отдаетесь, еще отдаете сверху к Морфу и Рошану, еще Темпларку и Шейкера, и там еще кого-то. То есть это же максимально странная игра, если так поразмыслить, да? Вот, вот он момент, центральный, да, по факту, у тебя Дрим прилетел на ТПшке, убивает Бэй, ну окей, а дальше Дрим просто прилетает и получает почти мгновенно, причем без перекачки, и Мэддон вроде тут, но вроде как бы, а где Эко Слэм, то есть БКБ все успели нажать, все вне позиции. Супер странная ситуация, да, ну Лил молодец, дал секс еще, победил по ходу игры. Ну, Лил, да, Лил вообще победил эту игру, а потом вот я просто начал играть. Да, ну и вот, и у тебя забрали двух героев, неприятно, Рошана еще сейчас заберут, ну неприятно, но вот это-то зачем, это же у вас совершенно лишние уже дела. Ты еще отдаешь здесь, ты отдаешь Эко Слэм, ты отдаешь заряд БКБ, ты отдаешь Корд. Причем вопрос другой, окей, даже если они убили Нонградов, что это дало бы им вообще? Нет, конечно, они планировали убить не только Нонградов, убить Дима, понимаешь? Возможно, они не знали, что они именно Нонградов убьют. Ну да, тут как уж, на кого бог пошлет. Показывали на Шайне, опять же, Тим Эмпайр дрались абсолютно вне позиции, у них не было там вижена, то есть зачем там драться. Много драк было просто ни за что, много драк Винстрайка плохо инициировали, нажимали кнопки просто в землю. Тяжело заходить было в Эмпайр на хайграунд, очень тяжело, несмотря на то, что у них и Тим Пларк, и Морф, просто любая простая инициация Твин Страйка, она это все дело конкретно. В этом плане Тим Пларк, конечно, не самый лучший герой, то есть Снайпер был бы поэффективнее, скажем так. По-надежнее. По-надежнее, да. Ну, Твин Страйк действительно простые комбинации прослеживаются здесь. То, что они закидывали, это, конечно, ну, большой косяк с их стороны, но исполнить им тимфайт гораздо проще, если посмотреть на драфт Тим Эмпайр, там все, там в основном все скиллы, точнее все герои это сингл-таргет, да, Морф сингл-таргет бьет, Тим Пларк сингл-таргет, Бэйн кнопку жмет, ну, то есть то, что Шейкер может там где-то помочь как-то инициировать или контр-инициировать, ну... Все персонажи были очень плотные у имперцев, ну, имперцев, говорю, у Винстреков. Ну, да, когда дошло до плену, у меня там вообще импайр могли здесь спокойно выиграть. Да могли, конечно, могли выиграть. Винстрек много ошибались. Более чем много, и, кстати, за всю игру, вот мы говорили, там, Дарксир, Леон, Дарксир Севен, за всю игру не было ни одной, реально ни одной за 50 минут, ни одной здравой комбинации Дарксир плюс что-то. То есть ни Иллион, ни Севен, ни разу такого не было, что он стянул там трех героев, они все встали, их всех убивают. Ну, как это мы там привыкли видеть от Верту Спроли, от других коллективов, которые берут такие комбинации, где там даются реведжи от Никсов, там, по своим персонажам. Просто ни разу этого не было, не знаю. Ну, как бы, вообще-то говоря, это странно, прямо скажем. Потому что, в принципе, Эмпайр далеко не бегает. Эмпайр